Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я ее зачитаю и давайте дадим ей наши советы. Не очень давно подписана на вас, никогда не думала, что буду вам писать. Небольшая предыстория про себя. Мне 43 года, 4 года, как я вдова. Замужем была почти 20 лет. Есть взрослая дочка и внучка. Есть своя квартира, машина, хорошая работа. Отношения после ухода мужа больше не было, так как от слова совсем. Где? Летом 20 года я решила, что готова начать новые отношения, зарегистрировалась на сайте знакомств. Много народу, конечно, писала, очень, но очень странные люди, никто не зацепил вообще. Если более-менее нормальные, на какое-то нормальное начало разговора идет, то при переходе на WhatsApp все как-то сходило на нет. Была одна встреча с русским мужчиной, но не зацепила меня, вроде бы, скорее всего, даже оттолкнула. В общем, очень разочаровалась в мужчинах. В приложении знакомств убрала свою геолокацию, чтобы никто не видел, где я живу, потому что всех очень интересовало в первом же сообщении, где именно живу, и меня это очень сильно раздражало. Это все предыстория, чтобы быть более понятной, что я за человек. В ноябре 20 года на свое день рождения мы с моей семьей, дочка, внучка и дочкин муж, приехали в Турцию в отпуск. Так как я ехала с семьей, то, естественно, я не собиралась ни с кем знакомиться. Мое приложение знакомства каким-то чудесным образом обновилось и показало мою геолокацию. В первый же день мне пришло безумное количество сообщений от турецких мужчин. Ради интереса я некоторые сообщения прочитала, кое-кому ответила, но не планировала ни с кем встречаться. Так как про турецких мужчин я уже наслышана, только один негатив, разность менталитетов, религии меня все это отталкивало. Но одно сообщение меня заинтересовало. Звали его Сэркан, ему 37 лет. Меня немножко смущала разница в возрасте с ним, я начала переписываться. Он хорошо знал английский язык и немного русский. Отель был у нас в Береге, сам он из Анталии. Через пару дней мы решили встретиться. Он сначала предложил мне приехать в Анталию, но я отказалась, так как чужая страна, чужой человек. Я не готова была ехать, даже если это всего лишь час езды на автобусе. Вообще договорились, и он сам приехал ко мне в отель вечером после своей работы. В общем, мы встретились, и я пропала. Что-то между нами произошло, может химия какая-то, может еще что-то, я не знаю. Мне было комфортно с ним, приятно общаться. Английский я очень плохо знаю, он русский тоже плохо знает, но кое-как общались в основном через переводчик. Я видела, что он искренен со мной, и я видела, что ему также очень понравилось. Он учитель по физике, достаточно современный, культурный, образованный. Но после общения с русскими, не очень культурными мужчинами, это просто было как бальзам на душу. После этой встречи я еще два раза приезжала к нему уже в Анталию. Там мы гуляли, было все очень хорошо. Потом я уехала, и два месяца переписывались постоянно. Он много писал, но не было слов любви, только то, что я ему нравлюсь. Это меня устраивало, так как, значит, он лишний раз не вешает лапшу на уши. Было много нежности, слов о том, что скучает и так далее. Звонки часто, даже иногда ночью, просто удивили меня. В январе я к нему приехала на 10 дней, жила у него, так как близкие отношения у нас начались еще в тот прошлый раз. Да, понимаю, что это очень быстро, это совсем на меня не похоже, но в тот момент мне было наплевать. Меня охватила страсть. Вроде все было хорошо, вроде. Внешне-то все хорошо, но мне казалось, что что-то не так. Я поднимала эту тему, он уверял, что все хорошо, что он не жалеет, что я приехала, что он меня любит, что ему хорошо со мной. И что да, все будет продолжаться, наши отношения все в порядке. Вроде обнимал, целовал всегда и был милым, нежным. Когда уезжала, прощаясь с ним, как влюбленные, ни к чему придраться. Но когда я вернулась в Россию, все резко изменилось, и переписка в WhatsApp тоже. Нет звонков. Объяснение этому усталость. Он сейчас не работает из-за ковида. То брат приехал, но раньше он звонил, даже когда полный дом гостей. Нет больше нежных слов, очень скутные сообщения, больше похоже на дружескую переписку. Да, он пишет первым всегда. Но если раньше писал каждые 2-3 часа, то теперь сообщение утром. Доброе утро или вечером. Как прошел твой день? И все. Я пыталась выяснить отношения. Сначала, да, я совершила ошибку, писала о своих чувствах слишком много. На это он ответил, что ему приятно это слышать. Я начала выяснять отношения, что происходит, хочет ли он дальше общаться. На что удивление показало, что все нормально, все как обычно, что он любит и хочет продолжать общаться. Но просто дело в том, что он теперь не любит много писать в WhatsApp. Как так? Раньше любил, а теперь нет? Не понимая, что происходит и как мне быть. Если не хочет продолжения отношений, так бы и сказал. Но я-то вижу, что все не так. Но он всегда отвечает на сообщения. Позвонил за неделю всего лишь один раз. Раньше он звонил каждый день, либо хотя бы через день. И всегда говорил мне нежных слов много. Теперь этого нет. Нет, один раз я сказала, что если не хочешь продолжения отношений, то давай все закончим. Если тебе это не надо. На что он ответил. Говорил, что я все придумываю и все это у меня все плохо. Что все у нас как прежде, все нормально, ничего не изменилось. В общем, как-то так. Подскажите, пожалуйста, дайте совет, как мне быть. Как себя правильно вести в этой ситуации, чтобы не оттолкнуть еще больше его. Или, может, подскажите, это нормально вообще для турецких мужчин такое общение или такие резкие перемены в настроении. Я в полном смятении и растерянности. И немножко тут дополнение к письму еще было. Я понимаю, что мужчин много, но не знаю, как объяснить. Я 4 года была одна не потому, что мало мужчин вокруг, а потому, что не было желания с кем-то общаться. А тут как нахлынуло. Даже не зная языка, мне было комфортно с ним. Не понимаю, что сейчас происходит. Каждый день борюсь с желанием опять начать выяснять отношения. Держусь из последних сил. Да, он пишет всегда первым. Отвечает на сообщения быстро. Но все не так, как было раньше. Все не то. Как будто бы просто как обязаловка какая-то у него утром доброе утро, а вечером, как прошел твой день, и перед сном спокойной ночью. Все. Может, он испугался чего-то, серьезных отношений. Он говорит, что привык жить один, что надо время. Хотя я про брак вообще ничего не говорила. Я даже не намекала ему, так как это было бы странно. Мы слишком мало знаем друг друга. Я только спрашивала, к чему ведут наши отношения. Каждый день только и думала, позвонит или нет, или не позвонит, стараясь занять себя своими делами. Но голову я никак не отключить не могла. У меня прям зависимость какая-то. Я буду ждать с нетерпением совета от вас, от ваших подписчиков. Возможно, кто-то был в такой ситуации и как к чему все привело. Да еще меня волнует разница в возрасте. Как для турка вообще играет ли это большую роль? Он-то с самого первого дня говорил, что его не волнует разница в возрасте. Так как я его лежу молодо, намного моложе, чем я есть. И на самом деле раньше он мне при каждом звонке делал комплименты, восторгался мной. Теперь нет такого. Говорит, что скучает, но мне кажется, что это просто слова. И еще изначально я сразу озвучила ему то, что мне нужны только серьезные отношения. И после первых встреч были разговоры именно про серьезные отношения. Вы сейчас уже писали о том, что мне серьезные были. Мы об этом не говорили. Можно подумать, что он получил, что хотел, и сливается. Но он это получил и два месяца назад. А потом мы опять же переписывались, когда я уехала после первой встречи. Но все эти два месяца до нашей следующей встречи он вел себя как влюбленный человек, который реально скучает, ждет встречи. Даже были разговоры, могу ли я подольше остаться в Турции, так как я работаю пока на удаленке. Что он хочет быть со мной каждый день, всегда. Короче говоря, меня это очень чем-то даже в нем пугало. А сейчас из-за ковида нет работы, нет зарплаты, соответственно. Поэтому он живет с родителями временно. Поэтому также по этому поводу он переживал, говорил, что он плохой мужчина, так как нет у него денег, он в себе не уверен, по сути. Нет, он у меня ничего не просил. Но может ли в этом быть причина про брак? Я ему также не говорила, что пока мне ничего, собственно, и не нужно. У меня у самой много проблем в России, которые одним днем не решить. Работать надо все-таки в Турции, а работы в Турции у меня нет. В общем, все вроде бы мы с ним и обсудили, все было нормально. Я просто не знаю, как себя сейчас лучше вести, как быть холодно, к нему относиться, безразлично или наоборот, как-то поддерживать, как обычно раньше себя вела. Я, в общем, не знаю, что мне делать. Я в смятении. Фух, ну что могу сказать? Вы в агоне, я не в смятении. И в начале письма было, я недавно ваша подписчица не думала, что вам буду писать. Если бы вы были мои давние подписчицы или посмотрели все видео, вы бы поняли. Там есть у меня одно видео волшебное про то, как расстаются турки, как они съезжаются в машине. Мне кажется, это тот вариант. Почему это произошло, сейчас я вам расскажу. Сначала вы по одному представляли, да, письма, когда делали дописки, потом попозже, то выяснилось, что про отношения, сказал, что мне нужны серьезные все-таки. А до этого говорили, ой, я про отношения серьезные ничего не говорила, мы не обсуждали. А потом вы сразу сказали и выкатили ему, что мне нужны серьезные отношения. Смотрите, вы когда познакомились с ним, пообщались, а да, у него были чувства, и встреча-то была мимолетная, и потом вы вернулись на родину, два месяца общались до следующей встречи. Все было нормально. Но когда у вас произошла вторая встреча, и вы познакомились поближе, появились какие-то моменты в поведении, во взглядах, в разговорах, в том числе, почему вы не придавали значения, что смутило этого мужчину? И он стал себя вести более холодно, по-другому, старается съехать до отношений. Либо он находится в каком-то смятении. Это очень сейчас такое бывает, он напуган. Вот вы и сказали, пандемия, у него нет денег, он сейчас не работает, потому что он учитель. Дети, кстати, скоро на очку обучения возвращаются, он из школы весной, так что скоро он вернется на работу, будут у него деньги. Да, у него настолько нет денег, что он живет временно со своими родителями. Это первый, да, пунктик. Это ответственность, он, как может быть, из хорошей воспитанной семьи, он несет ответственность за женщину, за отношения, но видит, что он дать вам ничего не может. Обещать он вам ничего не может. У него куча проблем, он впал в депрессию, чувствует себя несостоятельным человеком в 37 лет, у него ничего нет. А для того, чтобы хотя бы с вами продлевать отношения, общения, надо покупать там билеты хотя бы, ну я как поняла, вы сами, да, покупали, у него на это денег нет. То есть уйму, вам нечего дать. Он, скорее всего, прагматик и не из той серии, когда смелый мурай шалашей, мы будем сыты лишь одной нашей любовью. Конкретно нормально воспитанный, скорее всего, мужик. Поэтому он сдал назад. Он в себе лично, не лани вас, а в себе. Он не уверен в себе, потому что дать он вам ничего сейчас не может. Он выжидает позицию, не прерывая отношения. Возможно, там вопрос с деньгами, работой. Он ждет, когда он сам из вот этой своей эмоциональной ямы начнет вылезать. Он в депрессии, возможно. И когда он из этой ямы будет вылазить, и у него к вам изменятся отношения. Почему он так, как вы сказали, резко поменялся после второй встречи? Ну потому что вы моменты очень многие не хотите замечать и упускаете. Мне не нужны отношения потом. А я с ним сразу сказал, что мне нужны обязательно серьезные отношения. То есть вы себя сами в чем-то обманываете. Вы не видите некоторых своих поступков, вы их не замечаете. Не отдаете отчет. Короче говоря, что вы делаете? Вы его отпугнули своими намерениями серьезные и так далее. И это нормально. Он тоже боится очень многого отношений. Он сейчас в таком уязвимом положении финансовом находится. В себе не уверен. А тут на него женщина прет бурым. Вы еще посмотрите. Я начала выяснять. Я начала давить. Он от давления вашего избегает. Дайте ему побыть в своей пещере. Дайте ему помолчать. Как реагировать? Никак. Вот как он к вам относится, мало с вами общается, так и вы с ним общаетесь. При этом не бойтесь потерять эти отношения. Потому что здесь не за что держаться. На данный момент перспективы нет. Финансовой никакой. Нет вы хотите серьезных отношений брака, да? На это настроено. Так он вам этого сейчас дать не может. И в ближайшем будущем тоже. Перспектива, которая вам нужна, ее здесь нет. Терять вам по сути нечего с этим человеком. У вас приятная, может быть, влюбленность отношения, да. Вот этим и наслаждайтесь. Первое, перестаньте на него давить. Не предлагайте встреч. Просто идет как идет. Вам мало того, что он вам... Если бы совсем уже хотел съехать, да? Он бы вообще прекратил общаться. Но так как какое-то лайтовое отношение остается, как что, как твои дела. И вы видите, у вас агония, потому что отношения сходят на нет. Вы мужика напугали. Поэтому сходят на нет. Вы его слишком решили быстро в оборот взять. Вы начали давить, хотя сами этого не чувствуете и не понимаете своим поведением. И так как вы очень, скажем так, втюхались, втрескались, влюбились. Вы сказали, что 4 года мужики вокруг были, а я не велась, потому что не было подходящих. А вот с этим прям все, химия произошла. И вы боитесь сейчас вот эти эмоции химию потерять. Но вы передавливаете человека, не даете ему свежего воздуха. Поэтому он от вас отстраняется и бежит. Но не все потеряно, потому что он до конца с вами общение не прервал. Но это не для того, чтобы, ой, я плохая, моя вина какая-то, я все-таки не такая, а он хороший. Нет, у него тоже свои проблемы. Он тоже может как-то с вами обсуждать, но этого не делать. Вина в отношениях всегда 50 на 50. Ваша задача, я все-таки советую, да, что мне делать. Первое, не давите, не настаивайте на встречах, не предлагайте ближайший месяц-два, пусть идет как идет. Вот доброе утро, привет, пока, у тебя как дела? Или там, ну, можно написать там приятно какое-то слово, не знаю, обменившись с словами любви. Нет, не знаю, можно это писать. Но не надо выяснять отношения, не надо давить, лезть, задавать конкретные даты, ставить к стенке ему с пистолетом. Все-таки, что у нас там было, это отношение или нет, я не намерена тебя ждать, у меня тут столько ухажеров. Или пытаться его ревность какую-то, да, выявить, провоцировать на ревность мужиками. Или я такая вся занятая, у меня на родине, знаешь, скажем так, я не буду тебя ждать, прохлаждаться, у меня тут ухажера хватает. Он вас тогда оставит, если вы так манипулировать начнете. Он так-то не уверен в отношениях, он, в первую очередь, не в вас не уверен, а в себе, что он вам сейчас дать ничего не может. Говорит о том, что, скорее всего, у него хорошее нормальное культурное воспитание, как у многих турецких мужчин есть, да, семейных. Для того, чтобы за женщиной быть, он что-то должен себя представлять и финансово в том числе. Вот в этом вся проблема. Это не тот мужик, слава богу, который готов жить и существовать за ваш счет. Это плюс ему. Так что не давим, спокойно реагируем, общаемся так, как он этого хочет. А то, что у вас эмоции, вы их не можете, ну, вы влюбились. И вы сейчас ведете себя немножко неадекватно, импульсивно, как девчонка-подросток, с которой нахлынули чувства. И я очень рада, что вы переживаете эти ощущения, эмоции, но от вашего давления лучше не станет. В отношениях вы его только до конца отпугнете. А если вы останетесь с ним, но на дистанции какой-то, я имею в виду на дистанции, вы можете также говорить о своих чувствах, ему о своей любленности, это не отталкивает, это приближает. Но попытайтесь не давить, не ставить рамок, условий и так далее. Куда вам бежать? К чему? Вы свободная женщина, у вас взрослый ребенок, у вас уже внучка есть, они в своей жизни живут. Вы замуж хотите, но у меня условия, серьезные только отношения, замуж хочу. Я вдова, вы знаете почему? На него давите, психологическое, может кто-то подтвердит это, себя в этом увидит. Вы были замужем очень долгий промежуток времени, 20 лет. И мужа вы своего потеряли, они развились с ним, у вас утрата. И вы это пятно своей любви, мужу одна своя любовь, а вот эта любовь внутри пустота, оставшаяся, про потери своего супруга, вы ее хотите заполнить. Проблема здесь в любви, в вашем сердце, здесь яма, здесь дыра в вашей груди, в вашем сердце, и вы ее хотите заполнить. И у вас эмоционально, 4 года ничего не было эмоционально, и вы сейчас подорвались на человека, среагировали. И это тот пазлик, который сюда вот по форме подходит, где у вас эмоциональная дыра была после потери мужа. И вот так боитесь потерять сейчас этого парня, что вы его вот так вот прижали, не отдам, не отдам, не отдам, но он, эй, ты меня душишь, ты меня пугаешь, я сейчас немножко в себе не уверен, у меня есть проблемы. А вы его так схватили, если я тебя сейчас потеряю, я просто рехнусь с ума, сойду, не хочу тебя терять, их держите насильно. И естественно, знаете, он просочится просто, и все равно уйдет, и вы с дырой останетесь. Проблему свою не решите, а парня отпугнете. Поэтому старайтесь сейчас, пожалуйста, не давить. Вот мой совет такой, так что, девочки, пишите, пожалуйста, ваши советы. Может, кто-то был в таких ситуациях, вот как она и спрашивала в письме, что мне делать, как поступить. Посоветуйте, пожалуйста. Я знаю, у меня очень умные, разумные, очень много взрослых женщин у меня смотрят. Девушке 43 года, может, кто-то больше ее ровесница, так что, девчонки, подключайтесь. Мой совет такой, не надо себя угнетать. Вы вот поймите схему, что я эмоционально на него среагировала, мне подходящий человек, хочу дыру закрыть. Но проблема в вас, что вы в него вцепились, вот в этой дыре, которую вы хотите закрыть. А дыра эта сияет не только по утрате любимого человека, мужа своего, который умер, но еще это недостаток любви к самой себе. Я себя недостаточно люблю, и вот эту дыру залатать не могла. Я слишком была долго в отношениях, в хороших походу, да, не беспроблемных, ну, а с переменным успехом, но все равно я мужа потеряла, а не развела с ним. Это другое. Вы еще на самом деле не пережили, почему эмоционально на других мужчин так не резонировало у вас. У вас еще любовь к своему мужу живет, а живет она потому, что вы его не отпустили. Вы это еще не пережили, вот эту утрату. И сейчас этот парень, это как, знаете, глоток свежего воздуха, который вам помогает надышаться, когда после смерти утраты, это же нам перекрывает, как правило, кислород, вот это вот на груди это лежит. И это первый человек, который вам дал немножко вот эти оковы убрать со своего сердца, со своего горла, подышать вам. И вот вы надышаться им не можете. Так что вот мой совет такой. Надеюсь, я вам помогла. Не переживайте, все будет нормально. Я оставляю свою почту под видео в инфобоксе. Пожалуйста, пишите ваши истории для видео или записывайтесь на психологическую консультацию, где можно все детально разобрать ваши ситуации, истории, и я вам помогу. Если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно делитесь моим видео в соцсетях. Может, кому-то это тоже поможет, это дельный совет будет. И ваши комментарии я и эта женщина, автор письма, ждет. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.